Часто программисты сдают сайты своим заказчикам не всегда доделанными до конца. И их иногда нужно попросту проверять. Как проверить скорость сайта, как проверить мобильную версию, как проверить стоит ли микроразметка. Эти первые шаги, которые я делаю, когда ко мне приходят заказчики и просят оценить их сайт, также я на вебинарах сканирую большинство сайтов простыми утилитами. Эти утилиты не требуют никаких финансовых затрат для того, чтобы ними пользоваться. Итак, как я это делаю, как я это делаю очень быстро, обязательно обо всем расскажу по порядку в своем видео обзоре. И который точно так же вы, наверное, можете и послушать на наших аудиоподкастах. Так что не забываем подписываться либо на YouTube канал, либо на аудиоподкасты, либо на и то и другое на нашем канале SeoQuick. Ну и так, перейдем непосредственно к самим инструментариям. В первую очередь, все эти инструментарии доступны любому пользователю. И в первую очередь, доступны тем самым пользователям, которые могут с легкостью зайти в Google в раздел Developers Google.com. Обязательно. Это раздел, который нужно знать любому веб-разработчику, который желает продвигать свой сайт в Google. Без этого, на самом деле, многим веб-разработчикам будет очень тяжело свои созданные сайты продвинуть, если они не будут знать эти простые базовые уровни знаний. Я не буду проходить по вот этим пунктам. Я остановлюсь в них в следующих подкастах, в следующих своих видео. А рассмотрим мы непосредственно те самые инструменты. И вот эти инструменты, которые следует знать, они, в принципе, просты и понятны. Это инструментарий. Проверка оптимизации для мобильных. Это проверка расширенных результатов. Известный всем PageSpeed. Google консоль, про которую у нас снято отдельное видео. Мы про нее рассказывали. Написана одна большая статья, посвященная Google веб-мастеру. Мы ее сейчас как раз обновляем. Хотим обновить более свежую информацию в ней. Ну, то есть, это тоже у нас процесс. И есть новый инструмент. Инструмент проверки структурированных данных. Вот это такая темная лошадочка, про которую мы чуть-чуть сегодня остановимся. И также инструмент проверка AMP страниц. Проверять будем честно на своем сайте. И будем говорить, собственно, что эти инструменты позволяют делать. Те, кто смотрит нас, конечно, по видео, будут видеть все вживую. Те, кто слушает на слух, я буду стараться комментировать, что происходит. Чтобы вам было понимание, зачем эти инструменты нужны. Конечно же, поехали. В первую очередь, это проверка оптимизации для мобильных устройств. Для этого вы можете бить сюда свой URL. Либо создать для удобства просто непосредственно проверку в виде мобильной версии. И просто простейший инструмент. Я могу потом показать, как это сделать. Это, в принципе, можно сделать в виде закладки. Поэтому мы берем наш сайт и вбиваем проверку оптимизации страницы для мобильных устройств. Можно вбивать как сам сайт, так код. Я считаю, что сейчас, я от Игоря Шулешко слышал, сейчас важно не Mobile First, а Mobile Only. Рассматривайте ваш сайт только в мобильной версии. Вообще, вот только открывайте сайт, смотрите в мобильной версии. Как проверить любой сайт в мобильной версии с браузера? Вот вы сидите на компьютере, вы не знаете, как это сделать. На самом деле, это очень просто. Нажмите просто, если у вас обычный комп на Windows, Shift-Ctrl-C в любой открытой вкладке. Автоматически загрузится мобильная версия. Также можно назвать Shift-Ctrl-M, оно включает мобильную, выключает. При нажатии Shift-Ctrl-M вы с легкостью увидите мобильную версию вашего сайта. И можете изучить, как она выглядит. Чтобы вас не раздражали коды, можно отключить отключение элементов. И будет видно только, допустим, Touch элементы. Вы сможете посмотреть, как ваш сайт выглядит на мобилке. Какие элементы грузятся, как кнопочки выглядят, как выводятся поля. Тоже поп-апы, как выводятся. Качественно, некачественно, с глюками, без глюков. Это все можно проверить. Инструментарий позволяет проверить это в принципе в автоматическом режиме. Просто вбиваем страничку, ждем. И видим результат, что страничка оптимизирована. И вы увидите такое простенькое превью обработанной странички в виде скриншота, как Google Chrome видит вашу страничку. Вы заметите, что она, конечно же, отличается. Вы увидите, что кое-какие элементы не имеют тени и тому подобное. То есть вы можете обратить внимание чуть-чуть на отличие верстки. Это нормальное явление. Google Chrome, именно браузер, бот Google Chrome, это фактически бот, видит чуть-чуть иначе некоторые шрифты и некоторые элементы. Это нормальное явление, поэтому вы должны это учитывать. Также вы можете посмотреть, какие возникают проблемы при загрузке, какие скрипты грузятся, какие не грузятся. Это все можно изучить в соответствующем разделе этой утилиты. Так что в принципе далеко ходить не нужно, можно все с легкостью посмотреть. Проверка расширенных результатов позволяет проверить, готова ли ваша страничка к расширенным результатам, то есть настроены ли в ней расширенные результаты. Я, конечно же, всегда всем показываю, что у нас есть классная страничка по техническому аудиту. Мы про нее говорили много раз. Возьмем в этот раз аудит юзабилити страничку и, конечно же, проверим ее на расширенные результаты. Этот инструмент позволяет проверить, выдает ли страничка расширенные результаты, готова ли она к ним или нет. Простейший инструмент, потому что сейчас идет борьба за эти расширенные результаты. Вот мы просто, буквально, ко мне приходил клиент купить квартиру у Болгарии, и мы изучали выдачу и замечали, что уже даже конкуренты начинают использовать расширенные элементы выдачи, даже банальный вопрос-ответ. И это факт. Многие сейчас подстраивают все свои сайты под современные алгоритмы Гугла. И таким образом стараются захватить выдачу в первую очередь за счет того, что сделать свой сниппет красивее. Сейчас важна не борьба за первое место, а борьба за клики. То есть кликабельность является наиболее важной. По этому поводу у меня есть соответствующая статья. Я рекомендую всем ее изучить, которая рассказывает про расширенные сниппеты, как они влияют на SEO, как это сказывается на влияние на SEO, насколько возрастает кликабельность. И также есть большое исследование, посвященное непосредственно, как нужно увеличивать CTR, какие горячие слова увеличивают CTR. Рекомендую сходить почитать эту мою статью, где я проанализировал, какие ключи дают больше CTR, какие меньше и тому подобное. То есть разные ключи работают по-разному. Ну и соответственно, по поводу расширенных сниппетов, инструмент говорит, какие виды расширенных сниппетов выводятся. И он сразу даже говорит, где можно выловить непосредственно расширенные сниппеты. Если вы видите всю эту классную картинку, значит у вас сайт не просто готов. То есть вы должны смотреть и видеть именно результаты, какие обнаруживает этот сервис элементы. Едем дальше. Про PageSpeed я думаю сейчас говорить. Это моветон, если кто-то еще об этом до сих пор не знает. Но PageSpeed это тот самый инструмент, который проверяет ваш сайт на скорость загрузки скриптов, изображений и порядок их ответа. В частности, ответа сервера. Есть одна маленькая особенность. PageSpeed каждый раз по-разному показывает разные результаты. Для этого просто попробуйте провести проверку одного и той же странички несколько раз в день. И вы увидите абсолютно разную картинку. Вот, например, мы увидим, что, допустим, мобайлу очень не нравится наша страничка Audit Usability. Компьютер уже она нравится. Более-менее выводит желтый цвет. Как она определяет желтый, зеленый? Как вы видите, вот есть определенная система баллов. Эта система баллов принадлежит сервису Lighthouse. Фактически, это переехавший Lighthouse непосредственно в PageSpeed. Именно вот эти баллы и их расцветку определяют исключительно вот этот сервис Lighthouse, который синтегрировался с PageSpeed. Сейчас можно все посмотреть, как оно выглядит, как оно выводит. В принципе, раньше этот аудит можно было с легкостью провести непосредственно на странице, выбрав здесь у нас раздел Аудиты и сгенерировал результат. То есть, если же вы фактически делали такого рода аудит, то есть, странно, почему, куда он делся, Generate Report. Так, ага, ясно, не всегда работает. Не получился фокус, едем дальше. Раньше можно было делать его непосредственно через этот сервис. Проверка AMP страниц. Очень важно для блогов сейчас продвигаться через AMP. Почему? Потому что иногда блоговые странички, особенно лонгриды, становятся огромными. И за счет того, что они огромные, они очень долго грузятся. Поэтому оптимальный вариант продвигать блог, это продвигать его через AMP. И проверить свою страничку на AMP можно просто по этой простейшей утилитке. Утилитка позволит выявить ошибки кода AMP, все ли у вас правильно поставлено, все ли у вас хорошо работает. AMP странички – это особые странички, которые выглядят более урезанно и выводятся на мобильных устройствах. То есть, если перейти, допустим, на мою статейку, на мобилке она выглядит очень простенько. То есть, вы даже увидите, что у нее даже чуть-чуть другой дизайн. В то время как у фактически обычной версии странички дизайн весь сохраняется, но она, конечно же, тяжелая. AMP-версия страниц грузится практически мгновенно. Здесь у нас более простая верстка, все выглядит более простенько, изображение четко подстроено. И AMP-версии страниц – это что-то вроде аналога тех самых страничек Turbo в Яндексе. В этом плане, конечно, AMP-странички позволяют выиграть скорости, если у вас сайт действительно медленный. Ну, в нашем случае непосредственно с проверкой, да, вот нужно очень важно проверять, именно вставлять AMP-версию страницы, а не просто. Это тоже важно для проверки. Пока она будет проверять. По поводу поисковой консоли, я думаю, я не буду устанавливаться на ней. Эта утилита должна быть просто у каждого. Посмотрите ролик, где я рассказываю, как ей пользоваться, как ее устанавливать. В принципе, очень просто. Ну, конечно же, без инструмента проверки структурированных данных сейчас вообще далеко ходить нельзя. Это тот самый инструмент, который проверяет микроразметку на тех или иных страничках. И вставляя любую страничку, вы можете посмотреть микроразметку буквально в пару кликов. Скорость утилиты практически мгновенная. Она смотрит код страницы и говорит, какая микроразметка, как стоит и стоят ли ошибки. Есть ли в ней ошибки. Очень важно изучать микроразметку не только свою, но и конкурентов. Изучать микроразметку важно. Сравнивать однотипные страницы. Например, сравнивать главную с главной. Страничку товара с страничкой товаров. Страничку мероприятия, страничка мероприятия. Вот это вы должны учесть. Нельзя сравнивать разноплановые странички и говорить, вот у него микроразметка не там стоит. Так вы смотрите, всегда определите исключительно однотипные страницы лидеров вашего сегмента рынка. А лучше вообще просто лидеров общем рынка, потому что иногда в вашем сегменте могут быть просто отвратительные сайты, но какой-то крупный сервис, например, крупный прайс-агрегатор имеет все установленное как надо. Поэтому смотрите на лучших и копируйте себе само собой. Собственно, по поводу AMP, вот, например, мы просканировали страничку именно полностью по AMP URL. Можно увидеть, как она работает, она выводит данные все. То есть, если можно проверить, все ли данные установлены корректно по поводу AMP, выводится она, то есть, как она выводится в выдаче, можно посмотреть, просто нажав на соответствующую кнопку и увидеть, как она выводится в мобильной выдаче непосредственно эта страничка. На сегодня все. Я думаю, вы с утилитами этими познакомитесь. Ссылочку я оставлю на эти все утилиты в нашем Telegram-канале, так что не забываем на него приходить и подписываться. В Telegram-канале у нас много интересного. Там же я публикую и свои скрипты, которыми пользуюсь, и удобные быстрые ссылочки, которые я вот использую. То есть, я по одной буду публиковать, рассказывать, как ими пользоваться, как их ставить, зачем они нужны и что с ними делать. Поэтому не забываем и про наш Telegram-канал. Конечно же, у меня в Инстаграме публикуются постоянно кейсы. Я рассказываю интересные случаи по поводу разных сайтов, клиентских сайтов и присланных мне на анализ сайтов, конечно же. И вы можете также свой сайт прислать, мы сможем его обсудить. Ну, само собой, все конфиденциально. URL публиковать не буду, честно-честно. И, конечно же, до новых встреч вам!